здравствуйте дорогие садоводы у нас были видеоролики о гехерах о том какие они разнообразные яркие красивые что их можно сажать очень много и они буквально собой заменяют цветы настолько вот они яркие и насыщенные и нас просили рассказать какие гехеры можно сажать на солнце какие нельзя и сейчас еще я и о хостах немножечко тоже расскажу потому что у них совершенно те же проблемы какие-то выносят яркое солнце какие-то нет вот посмотрите мы сейчас сидим здесь на этом уголочке у меня здесь очень солнечно бывает сейчас просто вот пасмурная погода поэтому поэтому вы не поймете этого и вот у меня здесь 1 2 3 вот четвертый сорт гехеры и они здесь совершенно себя хорошо чувствуют вот видите какие они яркие красивые и листочки у них совершенно не подгорели вот хосточка здесь я ее в этом году только посадила посмотрите она страдает у нее горят кончики листьев значит ей это место совершенно не подходит ее нужно будет отсюда убирать как же вот определить какие можно сажать на солнце какие нельзя вот в описании на упаковке очень редко пишут такую информацию конкретно что это этот сорт подходит до для открытого солнца если обозначается условие содержания значками а это очень часто бывает то вот солнышко рисует пополам то есть это полутень и для гехеры и для хоста это самые лучшие условия но вот некоторые сорта видите они совершенно хорошо себя чувствуют и на солнце как же тогда выбирать а вот только методом пробы то есть вы пробуете сажать не получается пересаживайте и вот сейчас мы к одной гехере подойдем я вам ее покажу вот ей тут совершенно некомфортно ее нужно будет отсюда пересаживать ну вот мы перешли немножечко на другое место посмотрите здесь вот растет и хоста совершенно прекрасно себя чувствует на солнечном месте и медуница для нее тоже рекомендуют полутень тем не менее она нормально себе растет а вот это гехера видите она совершенно не развивается она здесь сохнет листочки у нее вот сухие и нижние я совсем об оборвала и видите она такая маленькая я уже несколько гехер пересадила с этого места и в тени они у меня стали расти гораздо лучше гораздо быстрее листочки у них стали крупные черешки и листьев по длине и то есть они свободнее гораздо себя чувствуют когда пересаживать гехеры но лучше всего конечно это август сентябрь для любых цветов это оптимальный вернее не для любых для большинства цветов это оптимальный вариант но если вот вы видите что летом она себя настолько некомфортно чувствует не ждите никакого августа и сентября до берите и пересаживайте чтобы ей было полегче как сделать чтобы летом прижились растения у вас и не погибли нужно просто-напросто побольше взять земляной ком а дальше прикрыть это растение вот вы его посадили и накройте вы его каким-нибудь горшком от цветка до контейнером от каких-то купленных растений нет такого ведро возьмите или вот колышки можно поставить и спонбонд вот так вот вокруг на натянуть и оставьте так на несколько дней если вы приезжаете в сад только по выходным вот 5-6 дней в таком состоянии совершенно спокойно растение переживет и ничего с листьями там плохого не случится и открывать после этого можно уже вечером там в пасмурную погоду вот вы приехали в субботу до к вечеру откройте дальше воскресенье понаблюдайте за ним да может быть днем подержите под горшком вечером опять откроете и уже все и уже считаете что ваше растение прижилось дальше как ухаживать за этим растением но просто поливайте его так чтобы она не пересыхала и сто процентов она у вас приживется даже при летней пересадки вот так дорогие друзья покупайте разные гехеры покупайте разные хосты только следите за ними если они у вас плохо себя чувствуют ищите им другое место не бойтесь пересаживать даже в летний период